Здравствуйте! Сегодня в программе не только о книгах профессор или бывший профессор университета Высшей школы экономики и сейчас приглашенный профессор Принстонского университета Олег Ликманов, который известен своими книгами о творчестве Осипа Эмильча Мандельштама, книгами о Венедикте Ерофееве, подготовленной книге воспоминаний Ирины Адоевцевой, ну и на самом деле автор многочисленных публикаций. Разумеется, мы будем говорить о состоянии академической науки или словесности сегодня, не только в контексте рассеяния, но, может быть, и в контексте того, что происходит в России. Но, во всяком случае, это проблема животрепещущая, тем более, что выражение отмены или обновления русской культуры, оно звучит достаточно часто, и возникают многочисленные споры, недоумения, раздражения в связи с этим. Вот, наверное, с этого мы и начнём. Олег, здравствуй, рад тебя приветствовать. Здравствуй, Коль, рад тебя видеть. Давай начнём всё-таки, немножечко забегая назад. Вот, если ты можешь, конечно, сказать, какая атмосфера складывалась предвоенно и сразу после войны в университете Высшей школы экономики, как твои коллеги реагировали, не обязательно с именами. И вообще, что ты думаешь об этой ситуации? И самое главное, наверное, об этой всё-таки уникальной институции, которая сформировалась и развелась за последние, ну, по крайней мере, полтора десятилетия и уже достаточно ярко заявила о себе. Ну, придётся начать довольно издалека. В 2011 году Александр Львович Расповат, наш замечательный филолог, был приглашён в Высшую школу экономики для того, чтобы там образовать программу. И меня, я имел честь тоже быть приглашён в эту программу. И это была такая, ну, с понятными со всеми оговорками, это была такая касталия. Действительно, впервые за многие годы, вот на моей памяти, были собраны люди, среди которых, ну, не было... То есть, когда их набирали, не было компромиссов никаких. Да, вот возьмём этого потому-то, а этого возьмём потому-то. Что все были подобраны, ну, по принципу, вот-вот, вот я хочу этого человека. Это вообще принцип Александра Львовича, насколько я понимаю, в работе с людьми. И вот здесь это было тоже сделано. Все были подобраны, вот-вот, я хочу именно этого человека на это место. И как бывает всегда, конечно, это не было идеально гладко. Я не хочу лакировать, как говорили, в 50-е годы. Но всё-таки это было очень увлекательно, очень здорово. И, ну, достаточно сказать, например, что своего сына, который поступил одновременно, моего сына, который одновременно поступил в МГУ и вышку, я не задумываясь, ему сказал, мне, конечно, следи в вышку, вот на нашу программу, и нисколько об этом не жалею. Понятно, что мы жили, хоть это и была какая-то Касталия, но мы жили не отдельно в нашем маленьком, этом Касталийском государстве, а жили в большом государстве под названием РФ, и с которым как раз с 2011 года, ну и раньше, происходили всякие события. Ну, там Грузия была, да, введение войск Грузии было до этого. Крым случился, отжатие Крыму случилось уже при нас, да. Ну и вообще внутренняя политика ужесточалась, ужесточалась, ужесточалась. И в течение некоторого времени можно было этому как-то, ну, нетрудно подобрать слово точное, слово сопротивляться, наверное, слишком сильно, потому что это не было активное сопротивление. То, что мы все выходили на улицу с плакатами, кто-то выходил, а кто-то нет. Это каждый решал для себя. Но внутри нашего коллектива мы пытались как бы не замечать, делать вид, что вот большая вышка, а еще шире, да, государство, они на нас не влияют, не давят, а мы занимаемся своими делами, и все. Но в какой-то момент это стало невозможно, этого не замечать, и, ну, таким ярким проявлением этого стало то, что Александр Львович, собственно, перестал возглавлять эту программу. У них не учить, ну, в связи с тем, что он, ну, давление стало уже что-то совершенно таким тяжелым, невыносимым почти. Вот. А потом, вот для меня, здесь я резко перехожу от общего к разговору о себе, для меня очень знакомым, и таким совсем уже почти, почти, когда стало почти невозможно дышать, стала история с Нарвальным, которого, значит, притравили сначала, а потом, когда он вернулся, посадили сразу. Я у себя в Фейсбуке об этом писал довольно много. Ну, я прошу прощения, что я от себя говорю, ну, как бы мы, поскольку мы говорим, ты говоришь со мной, мне приходится о себе тоже говорить больше, чем, может, я этого заслуживаю в этом контексте. Вот. А тут случилась такая история, что за некоторое время до этого мы с товарищами Селия Симоновского и Михаилом Свердовым взяли такую премию, победили в такой премии, которая называется «Большая книга». Это довольно большие деньги были, действительно, большая, большая книга с большими деньгами. Ну, а главное, такая довольно престижная была премия, и мне декан нашего факультета написал тогда письмо. «Ой, Олег, прекрасно, давайте мы устроим презентацию этой книги». Но через некоторое время, как только я написал про Навального, стало понятно из разных сначала побочных каких-то сигналов, которые посылаются, а потом уже из прямого письма декана ко мне. А я в Фейсбуке, когда писал про Навального, в том числе, я не сдерживался, там был мат. И вот я вдруг получаю письмо от декана, что «Здравствуйте, я пишу вам от своего имени, от имени Рослава Владимирович Кузьминова тоже, то есть ректора мышки тогдашнего, и мы вас просим поменьше употреблять нецензурных каких-то выражений и что-то такое». Я пришел, если честно, просто в ярость тогда и написал письмо, кажется, вежливо, я надеюсь, по форме, но довольно такое резкое письмо. Я написал издевательское письмо, что я очень рад, что вы с Иосифом Ивановичем находите время, значит, ходить по социальным сетям и отслеживать культуру речи ваших сотрудников и все такое. Но было понятно, что речь совершенно... Ну, что дело не в мате, не в чем-то, а именно в сути того, что я пишу. И я как-то понял тогда уже, что, в общем, не то, что мои дни сочтены, но, в общем, вот для меня эгоистическим сигналом было вот это. Хотя понятно, что вокруг творилась там с Жуковым была история, ну, разные другие истории, которые показывали, что уже как бы все прикручивается потихонечку. Вот. А потом, когда началась война, то я написал тоже в Фейсбуке, и ректоры быстро подписали письмо, разных университетов, тогда уже ректор был не Кузьминов, что да, ура, вперед, СВО, там, мы приветствуем. Я вообще в Фейсбуке написал, что нет, я не приветствую, как сотрудник учреждения, от лица которого это сделано, нет. Вот. И спустя два дня, это была такая смешная какая-то история, моя страничка там, там, в вышке, ну, как и в других университетах, есть страница преподавателя. Страница моя исчезла. То есть меня не уволили, но люди мне стали писать более внимательные, чем я. Я не смотрю, ну, страничка. И они стали писать, что такое, ты где вообще, про тебя ничего. Я смотрю, действительно, меня нет. А выяснилось потом, что проректор вышки, какой-то, ну, ФСБшный какой-то человек, которого поставили туда, он просто сказал убрать. И убрали. И была такая, как часто это бывает, ситуация, ситуация характерная, мне кажется, для России, когда одно рукой одно, другое другое. То есть меня не увольняли. Меня просят дочитать курс, если даже я буду уезжать, дочитать курс, потому что есть студенты, которых нужно довести, потому что у меня дипломники, скажем, были. И вплоть до конца июня я там, значит, онлайн уже сидел в Мазахете, в Грузии, и там преподаю. А просто меня нет, да, странички моей нету. И вообще начинается какая-то вся, вот эта вот вся ерунда. То есть я, этот пример, почему, я помню вопрос на самом деле. Этот пример мой просто, мне про себя легче говорить, показывает, как потихонечку, потихонечку все начало закручиваться. Что касается, и закрутилось сейчас, я не знаю, я не имею права говорить, что сейчас происходят вышки, я не какие-то еще оправдываю, потому что меня там нет уже полтора года. Я не знаю, в каких условиях, и как живут люди, которые там работают, которым я там, среди них есть много моих друзей, которым я абсолютно искренне сочувствую. И самое главное, это я хочу сразу, с начала нашего разговора сказать, что тех, кто сейчас сидит в России, кроме только тех, которые говорят, ура, война, и которые говорят, что все сложно, всех остальных, я им не судья. Я вообще про них говорить могу только с почтением, а про них только с восхищением. Да, там Ирина Прохорова, которая продолжает в России выпускать журналы, выпускает просветительские книги, кроме восхищения, не вызывает никаких чувств. Как и многие другие, как Андрей Курилкин. Просто не хочу подводить людей, может быть, не стоит даже называть имена. Я просто спрашивал не просто о твоем личном отношении, но и о размышлении об этой институции, не только об этой, не только о высшей школе экономики в целом. Но если ориентироваться даже на некоторые последние свидетельства, около 700, что ли, человек покинули университет высшей школы экономики за последнее время. Что ты думаешь вообще просто в принципе о судьбе образования, в частности, гуманитарного образования? Можно ли сказать, что таким образом, собственно, тот университет, который создавался и который так, в общем, ярко уже о себе заявлял на сегодняшний день практически не существует или существует в каком-то измененном виде? Понятно, что не все преподаватели ушли, часть осталась. Но, тем не менее, насколько сильно это влияет на сами академические или образовательные институции, тот исход, который происходит сейчас? Я бы сказал так. Я думаю, что есть два, ну, у меня два взаимоисключающих ответа, как обычно и бывает в таких ситуациях. С одной стороны, ну, невозможно сказать, что все в порядке и все замечательно. Ну, потому что действительно огромное количество людей уволилось или было вынуждено выйти. И, конечно, это повлияло на ситуацию с образованием. Да, и там мои друзья, некоторые говорят, ну, сидящие не в Москве, что такое ощущение, как будто просто люди, уже те, кто нанимает людей, приходят там, не знаю, на вокзал или куда-нибудь и просто хватают приезжающих с поезда или там, не знаю, или на улицу выходят и ведут их преподавать в вышку. Ну, действительно, ситуация дефицитная. Я не завидую тем людям, которые сейчас принимают кадровые решения. Ну, а что делать? Огромное количество людей уезжает просто. С другой стороны, прости, что я все время говорил о семье, я постараюсь поменьше, но вот в том, что... Но я могу продолжить то, что все... То есть я могу только продолжить то, что я уже начал. Я думаю, тем, может быть, даже героичнее. Мне кажется, поведение тех людей, которые все-таки остаются и которые пытаются, несмотря на давление, несмотря на какие-то изменившиеся совершенно условия, ухудшающиеся, конечно, постоянно, и которые будут ухудшаться, пытаются что-то делать, не бросать студентов, мальчиков и девочек, которые... Понимаешь, здесь ведь очень важный еще аспект. Не все имеют возможности просто уехать. Не все имеют возможности, даже те, кто хотят уехать и продолжить образование, не знаю где, в Тбилиси или в Иерусалиме или в Принстоне, просто у людей нету финансовых возможностей и других возможностей. Да и не принимают сейчас студентов из России, как мы знаем, во многих университетах. И у меня было несколько случаев, когда, скажем, война началась, и моя прекрасная одна магистрантка девочка уехала в Тбилиси, а потом она была выношена вернуться, потому что она не знала, что дальше ей делать. И вот эти люди, они возвращаются, и они куда приходят? Они приходят в Вышку, или они приходят в университет, или они приходят в РГГУ, там не знаю куда, ну в какие-то у них институты. И то, что находятся люди, которые их продолжают учить и как-то в этих ужасных, адских, фашистских, прямо скажем, условиях пытаются делать свое дело, ну это прекрасно. То есть я... Опять, я знаю узко, когда я смотрю на свой бывший факультет, на свою бывшую программу, там есть люди, опять же, они будут уж точно сейчас называть имена памятных, чтобы их не подводить, но есть люди, которые, я уверен, продолжают замечательно преподавать, и думают, что если бы я находился в России, и мой сын, слава богу, это не так, старший, находился в России, я бы ему порекомендовал, понимая, что никуда больше поехать не может, все равно прийти, потому что все равно там уровень образования при всех имеющихся будет лучше, чем где бы то ни было. Я бы вот так ответил. Еще одну тему ты затронул, и она касается, в частности, тех людей, которые уехали, как студентов, так и преподавателей, и проблема эта шире, чем просто академическая наука, ну а если говорить о академической науке и о словесности в частности, о разных кафедрах словистики, можешь ли ты сказать, сталкивался ли ты с ним, один из примеров ты привел, с, если угодно, нежеланием продолжать, не просто работать с коллегами из России, понятно, что многие связи обрублены, договоры, обмены, которые существовали между университетами российскими и западными, сейчас это просто не действует, конференции, которые иногда проводятся без участия, вообще сами заявленные темы о словистике, насколько они востребованы, и, иными словами, в каком контексте оказалась словистика как такова, и что за время, которое переживают, в частности, представители литературы, филологии, гуманитарных наук вообще в эту эпоху России не иммиграции. Спасибо, Коля. Я начну с очень короткого примера экзотического. Я до того, как быть в Принстоне, год был в Ташкенте, в Зубкистане. Вот там, на востоке, ситуация не изменилась абсолютно, и даже наоборот. Они оказались таким странным образом, вы почти в такой, ну, нехорошо это говорить, понятно, что война, это страшно, убийство, есть такое, но в каком-то смысле оказались в выгодной ситуации, потому что к ним хлынули люди, ну, не в таком количестве, как они на Запад хлынули, но тем не менее. И там многие вакансии были сейчас заняты профессионалами высокого класса. В Казахстане, в Киргизии, в Узбкистане. Вот. Что касается Запада, ну, ты же сам сказал, просто мне кажется, что существует самое печальное, и то, что я надеюсь, будет меняться и будет просто прекращено в какой-то момент, я очень на это надеюсь, существуют просто официальные запреты в огромном количестве университетов на принятие на работу людей из России, прямо из России приезжающих. Меня спасло то, в принципе, принципом, что я из Ташкента приехал. То есть я не был преподавателем, профессором в Вышке, я был профессором национального университета имени Мирзова, Лукбека, Ташкента. Это совсем другая картина, я не из России. И мне это помогло. А если бы я был из Вышки или из РГГУ, мне просто сказали бы, извините, мы вас принимать не можем. Я наблюдаю вот это вокруг себя, не только в Америке, вообще, потому что я знаю из других ситуаций. Что же касается, и это касается участников конференции. Опять, я очень хорошо понимаю тех, кто не хочет, тех, кто не хочет, тех, кто боится принимать студентов русских. Но в университетах молодежные конференции просто не берут студентов из России. Просто они не могут просто поехать. Ну, они не могут поехать даже не только потому, что университеты, и университеты не разрешают этого. Просто они не получают виз, и куда они поедут, как они будут участвовать. А что касается неформальной стороны, это мне тоже кажется важно. Ты знаешь, я встречал очень-очень разные точки зрения западных словистов, ну, или наших, там, скажем, западных коллег, или тех, кто уехал, а потом обосновался, или украинских коллег, между прочим, которых тоже довольно много сейчас везде. Я встречал очень разные точки зрения на то, можно ли сотрудничать вот с нами, да, то есть с теми, с релакантами, с теми, кто уехал из России. От очень жесткого, нет, вообще мы с вами дела не будем иметь, выживайте, как хотите, вы допустили сами, вот вы противописали, недостаточно, вы допустили, вы виноваты, вы вообще ничем не лучшие, вы хуже, да, то есть вот такой спектр разный, чем тем, тех, кто за войну. Такие точки зрения, я прям слышал вот это, это вы более виноваты, не здесь, не в Америке, но слышал, вы более виноваты, чем те, кто за войну, потому что вы это все допустите, с ними вообще разговаривать не о чем, а вот вы все допустили, и вообще расплачиваетесь сами, как хотите, плевать на вас. То, наоборот, очень человеческого и нормального отношения, которое, мне кажется, разумеется, это правильным, мы давайте, люди, которые говорили, мы, разумеется, мы вас не перечисляем, украинские люди, которые, разумеется, вы другие, мы понимаем, что вы не виноваты, мы будем, если будет такая возможность, конечно, не в Украине, но где-то мы будем за вас спросить, и вы будете работать. То есть, как всегда, в обществе человеческом точки зрения очень разные. Другое дело, что ситуация сама пока не располагает к тому, чтобы люди получали нормальную работу и могли спокойно продолжать свои филологические, в частности, филологические изыскания. Надеюсь, очень надеюсь, что это изменится. Мечтаю о том, что это когда-то изменится. На государственном уровне. Олег, очень часто, особенно в первые дни войны или в первое время войны, вот тот исход, не будем говорить, какого рода он масштаб, какой это масштаб и о каких, собственно, числах, цифрах идет речь. В принципе, даже это не важно. Но вот этот исход, который случился уже в постсоветскую Россию, на самом деле, какой бы она ни была, очень часто сравнивался с опытом русской эмиграции. После революционной вспоминали и философский проход 22-го года и прочее, прочее. Можно было бы сравнить это вообще с другими волнами эмиграции, которая проходила на протяжении всего 20-го века. С твоей точки зрения, чем отличается нынешняя ситуация от той, которая была, и самое главное, вот тот эмигрантский опыт, который существовал, а по сути дела тоже существовал на протяжении целого столетия, если уж так серьезно говорить, насколько он учтен, он не учтен, те ошибки, которые совершались и не совершались. Ну, тем более, опять-таки, если возвращаться даже к тем авторам, которых ты прекрасно знаешь и комментировал, ту же самую Ирину Адоевцеву с ее уездом, ну, неважно, поздним возвращением, слава богу, она не застала вот в то изменение, которое затем произошло, но была, собственно, надежда, что вот эта культура будет востребована, что она очень многое даст. Но это, кстати, уже еще одна часть. Сначала поговорим, собственно, об опыте эмигрантского. Да, ну, я услышал, если уж нас на это выразить, я вас услышал, я услышал два, как бы, на свои вопросы скрытых, ну, как бы, не скрытых, а как бы открытых, вот в твоем. Первый вопрос о том, что радикально изменилось, я не буду долго говорить, скажу только одно важное. Конечно, интернет очень сильно изменил ситуацию, и общаясь с моими московскими коллегами легко по Zoom или там через Telegram. Я нахожу, ну, не все далеко, конечно, но я нахожу в интернет-библиотеке, где я нахожу довольно много всего, таких возможностей не было. Я говорю со своим папой, которому 78 лет, выходя на секундочку за пределы филологии, каждый вечер, и нет ощущения, что мы расстались навсегда, и так далее, это важно. Что касается учтения опыта, ты знаешь, с одной стороны, конечно, я скажу банальное, к сожалению, потому что оригинального нет у меня, тебе ответить, а банальное следующее. С одной стороны, конечно, ты все время на каждом шагу, несмотря на интернет, несмотря на вообще многое изменившееся в мире, ты все время, конечно, ловишь себя на том, что ой, как похоже, что вот да, вот эти споры, особенно, конечно, меня это бесит, просто, эти интернет-разговоры, все споры, венецианско, ну, и другие, как бы, да, Венецианско-Московско-Нью-Йоркский и так далее, потому что, ну, как бы, чего вы повторяете, то, что уже миллион раз было сказано, уже на тебя отвечать надо было миллион раз, все это пережеваны, все это жвачка, значит, которая снова, значит, замазала экраны. Но я думаю, что это, то есть, что это естественно, и, к сожалению, это естественно, и это ответ, как раз, на вторую часть вопроса. Да ничего никому, никто ничему не учится. Каждый раз эти грабли наступаем мы снова. И мы иногда, пожалуй, я бы сказал так, смысл того, что мы это читаем про тогда, про то время, немножечко становится легче, потому что думаешь, ну, ладно, это не я первый такой уже, уже через это проходили там разные какие-то люди. Но что это какие-то уроки дает, мне кажется, абсолютно нет. Все заново, все абсолютно с нуля начинается. Не только у всех людей, которые этого не читали, не знали, а у тех людей, которые читали, знали. Нет, все это выключается, и когда начинается свой личный опыт, то ты заново все эти, по этим лукам, значит, ты проходишь. Довольно любопытно в этом контексте иногда рассматривать, как меняются выражения. Но вот долгое время я вспоминал знаменитую книгу романа Гуля «Я увез с собой Россию». И когда ты начинаешь думать о нынешнем исходе, возникает вопрос, а какую, собственно, Россию мы с собой увезли? Какую Россию мы привезли? Потому что то, что касается иммигрантов, первой волны, в особенности с разного рода оговорками, несмотря на всякие политические противоречия, которые были и существовали в истории, собственно, самой иммиграции, все-таки этот идеальный образ, который существовал и у Бунина, и у Набокова, он был вместе с ними. А тебе кажется, Олег, вот какова же наша Россия, которую мы увезли или не увезли, это другой вопрос, и о которой, может быть, даже мы здесь, в этом России, не договориться-то не можем никак. Ну, я бы сказал так, что эта война, этот этап войны, скажем так, потому что с Крыма можно начинать, наверное, но вот этот этап войны, который начался 24 февраля 2022 года, мне кажется, особенно обострил то, что мы давно уже, ну, я хорошо, здесь не надо говорить «мы», а «я», то, что я давно уже ощущал, а потом это стало совершенно очевидно, уже совсем очевидно, что мы увезли Россию упущенных возможностей, и упущенных, конечно, вот это можно тоже сказать, не становясь на колени, значит, и слишком не перебарщивая, упущенных в том числе и из-за нас тоже. Я думаю, что нужно обязательно сказать, да, потому что, ну, страшно это говорить, ну, хорошо, ну, раз мы говорим, ну, нужно, значит, когда-то это нужно сказать, потому что во мне это давно уже живет. Ну, например, это касается знаменитой ситуации с выборами Зюганов-Ельцин, когда для меня вообще не было вопроса абсолютно никакого. То есть я думаю, что эти выборы были достаточно честными, но какие-то, конечно, были злоупотребления, тоже очевидные совершенно, включение ресурса государственного и так далее. Вот тогда для меня не было абсолютно вопроса вообще никакого. Нужно, чтобы победил Ельцин, и потому что Зюганов, ну, понятно, негодяй, и вообще все это ведет к реставрации, там, мерзости и все такое. Но я сейчас задним числом, я начинаю, ну, как бы, не то, что я сомневаюсь, я, наверное, все равно, то есть я бы точно голосовал за Ельцин, но стал бы я вот так вот говорить уверенно, что вообще неважно, как все это проходило, неважны процедуры, давайте прощать внимание, все это мелочи, не знаю, потому что это как раз вот такое вот пренебрежение к этому всему, оно и привело во многом к пренебрежению гораздо более важными вещами, я бы так сказал. И когда я сегодня, ты знаешь, для меня вот есть такая фраза, которая тоже превратилась в мем или в какой-то дурной мем, когда говорят, хорошо, и даже ты ее употребил не потому, что плохо, что ты ее употребил, а мы все ее употребляем, хорошо, что такой ты не должен, хорошо, что каждая дуэкция не дожила до сегодняшнего дня. Так вот, для меня таким примером трагическим совершенно является пример Мария Тамарна Чудаковой, одного из лучших филологов, которых я знаю, одного из самых честных и таких, в прошлом смысле, бульдозерных людей, которых я знаю, то есть человек, который добивался или пытался добиваться всегда своего. Но вот когда я думаю, что бы сегодня Мария Тамарна, как бы она сегодня смотрела на сегодняшнюю Россию, я прихожу в ужас, потому что мне кажется, что почти все то, что она так последовательно отстаивала на протяжении многих лет, программы ее жизни, показывает свою несостоятельность. Почему я говорю про нее? Потому что она очень ярко это говорила. Мы менее ярко, мы, 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 ну я хорошо, я не отваживался вот так вот говорить. Но когда я смотрю на сегодняшнюю Россию, на сегодняшнюю РФ, вот у меня это ощущение тоже очень сильное. Упущенные возможности, проваленная страна. И когда мне сегодня говорят, ну это говорилось много лет, тысячу лет назад, и, ну там, сто лет назад это говорилось, и двести лет назад, и в конце 80-х, в конце 70-х там, период застоя был, казалось, что конец. Хорошо, ради бога, но мы-то живем сейчас. И поэтому это ощущение потери абсолютно, что мы живем под собой, ничего из страны. И наши речи за 10 шагов слышны, только это смысла никого не имеет. Вот оно сегодня очень сильное для меня. Олег, еще об одном я хотел спросить. Вот ты сразу почему-то стал вспоминать выборы Зюганова и Ельцина. А я вспоминаю такой эпизод, когда в 91-м году, как раз в августе этого замечательного года, я с радиостанцией «Эхо Москвы», которая тогда находилась, редакция находилась на Никольской, шел к своему отцу на чистые пруды, и, разумеется, проходил мимо площади Дзержинского. Это уже, соответственно, такой триумф демократических сил, которые победили и которые стаскивали как раз в это время памятник Дзержинского с площади. Шел я в таком старомодном английском плаще, а я его дедовском еще, я его очень любил. Он был с такой замечательной клетчатой подкладкой. Я думаю, что многие помнят его. Единственная недостатка его состояла в том, что у него не было хлястика. И я на некоторое время остановился на площади Дзержинского, на Лубянке, посмотрел на это замечательное действие, и пошел дальше, соответственно, уже по Мясницкой, тогда еще Кировской, по направлению к чистым прудам. И как только я сделал несколько шагов вот с этой Лубянской площади, за спиной, я услышал такую неожиданную фразу. «Ну что, демократ, где хлястик потерял?» Обернувшись, я, в общем, никого не увидел за собой, то есть так мелькнувшую фигуру. Но на самом деле вот этот голос, он достаточно долгое время, да, в общем, вплоть до 22-го года, он не то чтобы даже оставался во мне, но он, как мне казалось, начинал звучать слышнее и слышнее. Я знаю, что ты пишешь книжку об Осипе Мельче Мандельштаме. Когда мы оглядываемся на 20-е столетие, это все-таки не просто упущенные возможности, но это и огромный накопленный тоталитарный опыт и тех огромных сил, которые, видимо, не были по-настоящему изжиты. Если мы посмотрим на сегодняшнюю Россию, это охранительное государство во всех смыслах. Такое количество охранительных структур существует. Что, думаешь, по этому поводу? Что делать с этим опытом, накопленным действительно на протяжении столетия, который так или иначе в нас самих живет? Ну, по-разному, конечно. Какого-то переживания, страхов. Помнишь замечательную фразу в «Надежды Яковлевны Мандельштам», которую Карл, по-моему, приводит в своей книжке, когда она из своей квартиры на академической, на профсоюзной, выглядывает и говорит, «Я их боюсь». Кого вы боитесь, Надежда Яковлевна? «Я их боюсь». Она смотрит просто на людей, которые ходят по улице. Почему? Они нас убьют. Что ты думаешь уже по этому поводу, поскольку он достаточно важный? Произошло ли это переосмысление? И возможно ли здесь какой-то перевод? Коль, я не знаю. Правда, есть какие-то вопросы, на которые я думал и могу что-то сказать. Здесь я хочу, наверное, коротко отвечу. Кроме отчаяния абсолютного, вот сейчас, может быть... Понимаешь, это точно, на самом деле, ужасно и интересно для меня. Я сижу сейчас, на самом деле, не знаю, был этот Принстон никогда или нет. Принстон – это не просто город в Америке. Это такой образец идеального маленького города, вот того, над которым там Набоков потещался, а на самом деле потещаться не на чем. Уютный, милый, с небольшими домиками, и там солнце светит, бассейн у меня во дворе, у меня никакого в жизни такого не было. В моем доме бассейн и спортивный зал, куда я сына вожу, маленького своего, которого он три с половиной. Почему я про это говорю? Что вот на этом фоне рая абсолютного, идеального уюта просто, у меня такого не было. В Азбекистане, конечно, так я не жил. Но это другая совершенно страна, с другими условиями. Я благодарен Азбекистану, но тем не менее. И вот на этом фоне вот это ощущение абсолютного черного отчаяния, связанного как раз вот с этим, с тем, что этот опыт не преодолен, что он снова повторяется, что все это снова захватило мир, и не только Россию. Но Россию, меня волнует Россия. Вот это ощущение, оно мне просто не дает, ну, это как-то очень громко звучит, паф, дышать не дает, что ты хочешь. И вот ты говоришь, я книжку пишу, но я книжку пишу только потому, что ну как-то нужно с этим бороться. И когда я пишу, я хотя бы, ну, пишу книжку или когда я с сыном своим, потом три с половиной года, и это совсем другой опыт, другие, другие. Ну, я переключаюсь, как бы, да, и вообще я забываю. Потому что во все, во все, у меня никогда этого не было на самом деле. Ну, было, ну, грустно, ну, тяжело. Но сейчас ощущение абсолютно вот такого темноты, черноты, из которой я не знаю, как мы будем выходить, и как я тоже буду выходить. Вот я вот так ответил. Ну, собственно, об этом нужно говорить и об этом думать, да, потому как иначе даже внутренние какие-то проблемы решить нельзя. И заключение все-таки. Олег, я хотел, чтобы ты об этой книжке, насколько это возможно, хотя бы несколько слов сказал, тем более, что это отнюдь не первое твое обращение к Осьпе Мельчу Мандельштаму, да. Ты возвращаешься, по сути дела, ну, вот к той эпохе, и к той эпохе, и к тем авторам, с которых ты начинал. Понятно, что было акмеизм и вообще в целом и прочее, но все-таки и творческая биография Мандельштама, и хронология его жизни – это те вещи, которые тебя, в общем, занимали, да, как филолога, как исследователя. О чем, собственно, будет эта книга, и что тебе в этот раз интересно в судьбе, в творчестве Мандельштама, чему будет эта книжка посвящена? Ну, вот если... Всегда, с одной стороны, страшно про это говорить, потому что обычно, когда расскажешь подробно, потом не хочется уже писать, ну, я же рассказал уже один раз, два, там, как бы. Ну, я все-таки это сделаю из уважения и любви к тебе, пожалуй. Но я скажу вот что. Это как раз идея, почему возникла. Вот я сколько лет читал Мандельштама и смотрел на него, думал о нем, потом отвлекался от него, а потом, когда я вернулся, я вдруг понял, что нету... То есть есть статьи, там есть заметки, есть наблюдения, многочисленные, но нету книги о любовной лирике Мандельштама. Понятно, что любовная лирика сразу началась от оговорки. Любовная лирика в случае с Мандельштамом это сложно, потому что не всегда понятно, что это любовная лирика, например. Да, там, Наталья Евгеньевна Штепель Мандельштам прочел свое стихотворение «Необращенное». Она не поняла, что это любовная лирика, он сказал. Эту любовную лирика он объяснил, что это стихотворение любви. Это сложно устроенные тексты, не всегда понятно, что это стихотворение любви. Вот. Но мне кажется, что если вычленить изотворство, найти цепочку этих текстов, как грибницу, знаешь, вытянуть из земли, то Мандельштам открывается как бы с такой новой, еще с одной стороны, и об этом сказано, мне кажется, недостаточно много. Причем я буду совмещать, это сложно очень, и это грозит таким сосказанием в пошлость какую-то, но я постараюсь изо всех сил это убежать, потому что я буду писать и о стихах, и биографии. То есть будет и то, и другое. И в этом он просто тоже не похож ни на кого, и я бы сказал так, что если очень коротко формулировать, мне сейчас, по-моему, очень кажется, я нахожусь в самом начале, но у меня продукт, ну, я просто думал, что он настолько был поглощен эротикой, настолько это было важно для него, что это заслоняло для него всю остальную жизнь. Когда это начиналось, то он не мог вообще больше ни о чем думать, ни о чем, ни о чем говорить. И поскольку он был такой человек максималистский, у нас у всех это есть в какой-то степени, но для него это было так, что вот это заслоняло все. И он с этим всю жизнь боролся, и поэтому любовь для него была не светлой, счастливой, там, гармоничной. А она для него была таким трагическим, страшным чувством, которое его накрывало, и он мучился страшно. За одним единственным исключением, это, значит, я когда буду жить там, но это такой особый разговор. Вот вокруг этого, короче говоря, будет, наверное, построена книжка. А это будет, в основном, это будет анализ стихов. Это будет академическая книга, или это все-таки будет там, я не знаю, ближе к серии «Жизел», например, или еще что-нибудь. Нет, я думаю, что я хотел сначала написать, знаешь, книжку для всех. О, любовь. Отлично. Но когда я начал писать, все равно я соскальзываю в анализ текстов, подробно, и все, боюсь, что это все равно будет ближе туда, ближе к... То есть скорее для Нелочи, чем для Елены Шубина. Ну, в любом случае, о любви и думать, и писать всегда гораздо приятнее, нежели о ненависти, а уж тем более о некотором пренебрежении или о некотором другом совершенно тяжелом чувстве, которое возникает. И, кстати говоря, вот такого рода свидетельств, такого рода текстов довольно много. А вот пытаться разобраться в том, что может этим темным силам, если угодно, противостоять, как в личном плане, так, наверное, и в общественном. Я думаю, что только... Как бы это банально не звучало, любовь только и помогает. Олег, огромное спасибо тебе за беседу. Я абсолютно убежден, что это не последняя наша встреча, тем более, что есть еще некоторые темы, которые я не затрагивал, и которые уже связаны с тем, что происходит в гуманитарном мире. Обращение к некоторым загадкам. Загадка Тиховых Дона, который, например, сейчас пытается разрешить Антон Уткин в очередной раз. Или, например, книжка Павла Курсанова, которая посвящена самоубийству Есенина. Это все отдельные темы. Вот не хватайся заголовок, тем более, что это тоже, в общем, как бы близкий тебе вещь. Но я думаю, что для этого мы найдем как-нибудь другое время, не смешивая все в одно. И об этом тоже было бы крайне любопытно поговорить. А я желаю тебе всяческих успехов и успешного завершения книги, в первую очередь. Спасибо. Спасибо большое, Другой Коля. Буду лучше тебя повидать. Гуманитарным проблемам, книгам, вообще размышлению над тем, что происходит в России, и в России мы, конечно, будем еще неоднократно возвращаться. Так же, как, разумеется, будем говорить о самых разных книжках, не только академических, разумеется, но это билетристики, которые выходят. Ну, а я надеюсь, что гостем нашей следующей программы станет Ирина Гробман. И мы будем говорить, с одной стороны, о том журнале, который Ирина Гробман издает в Израиле. Это журнал «Зеркало». А с другой стороны, это будет еще повод поговорить не о вербальном, а о визуальном искусстве. И я думаю, что андеграундное искусство второй половины 20 века в России и продолжение вот этой такой постмодерной, если угодно, постмодерного творчества не только в России, но уже и за рубежом, будет в центре нашего внимания. Надеюсь, что эта встреча с Ириной Гробман состоится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова